Трактаты. Диалоги. Начальная дверь к христианскому добронравию. Написана в 1766 году для молодого шляхетства Харьковской губернии, а обновлена в 1780 году. Предверие. Ей есть непристающее ведро и незаходящее солнце, тьму сердечной бездны просвещающие, благодарение блаженному Богу. Что было бы, если бы счастье, принужнейшее и любезнейшее для всех, зависело от места, от времени, от плоти и крови? Скажу яснее, что было бы, если бы счастье заключил Бог в Америке, или в Канарских островах, или в Азиатском Иерусалиме, или в царских чертогах, или в Соломоновом веке, или в богатствах, или в пустыне, или в чине, или в науках, или в здравии. Тогда бы и счастье наше, и мы с ним были бедные. Кто б мог добраться к тем местам? Как можно родиться всем в одном коем-то времени? Как же и поместиться в одном чине и стате? Кое же то из счастья, утвержденное на песке плоти, на ограниченном месте и времени, на смертном человеке, не сие ли есть трудное? Ей, трудное и невозможное. Благодарение же блаженному Богу, что трудное сделал ненужным. Ныне же желаешь ли быть счастливым? Не ищи счастья за морем, не проси его у человека, не странствуй по планетам, не волочись по дворцам, не ползай по шару земному, не броди по Иерусалимам. Золото можешь купить деревню, вещь трудную, как необходимую. А счастье, как необходимая необходимость, Туни везде и всегда даруется, даром. Воздух и солнце всегда с Тобою, везде и Туни. Все же то, что бежит от Тебя прочь, знай, что оно чуждое, и не почитай за Твое, все то странное есть и лишнее. Что же тебе нужды? Тем-то оно и трудное. Никогда бы не разлучилось с Тобою, если бы было необходимое. Благодарение блаженному Богу. Счастье не от небес, не от земли не зависит. Скажи с Давидом, что мне есть на небесе, и от Тебя что восхотел на земле? Что же есть для Тебя нужное? То, что самое легкое. А что же есть легкое? О, друг мой, все трудное и тяжелое, и горькое, и злое, и лживое есть. Однако что есть легкое? То, друг мой, что нужное. Что есть нужное? Нужное есть только одно. Единое есть на потребу. Одно только для Тебя нужное, одно же только и благое, и легкое, а прочее все труд и болезнь. Что же есть оно едино? Бог. Вся тварь есть рухлядь, смесь, сволочь, сечь, лом, кружь, стечь, вздор, сплочь и плоть и плетки. А то, что любезное и потребное есть едино везде и всегда, но сие едино все горстью своею и прах плоти Твоей содержит. Благодарение же блаженному Богу за то, что все нас оставляет и все для нас трудное, кроме того, что потребное, любезное и единое. Многие телесные необходимости ожидают Тебя, и не там счастье, а для сердца Твоего единое есть на потребу, и там Бог и счастье. Сей ковчег ведет и наша десятьоглавая беседа, будто через десять дверей. А я желаю, дабы душа Твоя, как ноева голубица, не обретши нигде покоя, возвратилась к сердцу своему, к тому, кто почивает в сердце Твоем, дабы сбылось оное и сайное. Будут основания Твои вечные родом родов, и назовешься Создателем оград, и пути Твои посреди успокоишь. Всего желает Григорий, сын Савы Сковороды. Твердь беседы Истина Господня пребывает вовеки. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает, закон Твой посреди чрева моего. Слово плотью было и вселилось в нас. Посреди вас стоит, его же не знаете. Глава первая. О Боге. Весь мир состоит из двух натур. Одна видимая, другая невидимая. Видимая натура называется тварь, а невидимая – Бог. Сия невидимая натура, или Бог, всю тварь проницает и содержит. Везде всегда был, есть и будет. Например, тело человеческое видно, но проницающий и содержащий оное ум не виден. По сей причине у древних Бог назывался ум всемирный. Ему же у них были разные имена, например, натура, бытие вещей, вечность, время, судьба, необходимость, фортуна и прочее. А у христиан знатнейшие ему имена следующие – Дух, Господь, Царь, Отец, Ум, Истина. Последние два имени – Ум, Истина – кажутся свойственнее прочих, потому что Ум вовсе есть невеществен, а Истина – вечным своим пребыванием совсем противно непостоянному веществу. Да и теперь в некоторой земле называется Бог Иштен. Что касается видимой натуры, то ей также не одно имя. Например, вещество или материя, земля и плоть, тень и прочее. Глава 2. О вере вселенской. Как теперь мало кто разумеет Бога, так неудивительно, что и у древних часто публичной ошибкой почитали вещество за Бога, и затем все свое богопочитание отдали в посмеяние. Однако же в то все века и народы всегда согласно верили, что есть тайна некая, по всему разливавшаяся и всем владеющая сила. По всей причине, для чести и памяти его по всему шару земному, общенародно были всегда посвящаемы дома, да и теперь везде все то же. И хотя, например, подданный может ошибкой по честь коммердинера вместо господина, однако же в том никогда не спорит, что есть на одним владелец, которого он, может, статься в лицо не видывал. Подданный его есть всякий народ, и равно каждый признает пред ним рабство свое. Такова вера есть общая и простая. Глава третья. О промысле общем. Сият обложеннейшая натура или дух. Весь мир, будто машинистого хитрость, часовую на башне машину в движении содержит. И по примеру попечительного отца, сам бытие есть всякому созданию. Сам одушевляет, кормит, распоряжает, подчиняет, защищает и по своей же воле, которая всеобщим законом или уставом зовется, опять в грубую материю или грязь обращает. А мы-то называем смертью. По сей причине разумная древность сравнила его с математиком или геометром, потому что непрестанно в пропорциях или размерах упражняется, вылепливая по разным фигурам, например, травы, деревья, зверей и все прочее. А еврейские мудрецы уподобили его горшечнику. Сей промысл есть общий, потому что касается благосостояния всех тварей. Глава 4. О промысле особенным для человека. Сей чистейший, всемирный, всех веков и народов всеобщий ум излил нам, как источник, все мудрости и художества к сопровождению жития нужное. Но ничем ему так не должен всякий народ, как тем, что он дал нам самую высочайшую свою премудрость, которая природной его есть портрет и печать. Она столь превосходит прочие разумные духи или понятия, сколь наследник лучше служителей. Она весьма похожа на искуснейшую архитектурную симметрию или модель, которая по всему материалу, нечувствительно простираясь, делает весь состав крепким и спокойным, все прочие приборы содержащим. Так, слово в слово и она, по всем членам политического корпуса из людей, не из камней состоящего, тайно разлившись, делает его твердым, мирным и благополучным. Если, например, какая-то фамилия или город или государство по сей модели основано и учреждено, в то время бывает оно раем, небом, домом Божиим и прочее. А если один какой-то человек созиждет по нему житие свое, в то время бывает в нем страх Божий, святыня, благочестие и прочее. И как в теле человеческом один ум, однако разно по рассуждению разных частей действует, так и в упомянутых сожительствах с ее премудростью связанных Бог через различные члены различные в пользу общей производить действия. Она во всех наших всякого рода делах и речах душа, польза и краса, а без нее все мертво и гнусно. Родимся мы все без нее, однако для нее. Кто к ней природнее и охотнее, тот благороднее и острее, а чем больше кто с нею имеет участие, тем действительнейшее, но не понятое внутри чувствует, блаженство или удовольствие. От нее одной зависит особенный в созидании рода человеческого промысл. Она-то есть прекраснейшее лицо Божие, которым Он со временем, напечатуясь на душе нашей, делает нас из диких и безобразных монстров или уродов, человеками, то есть зверяками, к содружеству и к помянутым сожительствам годными, незлобивыми, воздержанными, великодушными и справедливыми. А если уже она вселилась в сердечные человеческие склонности, в то время точно есть то же самое, что в движении часовой машины темпу, то есть правильность и верность. И тогда-то бывает в душе непорочность и чистосердече, как бы райский некий дух и вкус, пленяющий к дружелюбию. Она различит нас от зверей милосердием и справедливостью, а от скотов воздержанием и разумом. И не иное, что есть, как блаженнейшее лицо Божие, тайна на сердце написанная, сила и правила всех наших движений и дел, в то время сердце наше делается чистым источником благодеяний, несказанно души веселящих. И тогда-то мы бываем истинными по душе и по телу человеками, подобны годными для строения четвероугольным камням, с каковых живой дом Божий составляется, в котором он особливою царствует милостью. Трудно, неоцененное сие сокровища проникнуть и приметить, а для одного всего любить и искать ее нелегко. Но сколь она снаружи неказистая и презренна, столь внутри важна и великолепна. Похоже на маленькое, например, смоквиное зерно, в котором целое дерево с плодами и листом закрылось, или на маленький простой камушек, в котором ужасный пожар затаился. Для оказалости намечали ее всегда признаками, и она будто какой-то принц имела свои портреты, печати и узлы, разные в разных веках и народах. Ее-то был узел, например, змей, повешенный на колу перед иудеями. Ее герб – голубь с масличной в устах ветвью. Являлась она в образе льва и агнеца, а царский жезл был ее, аж предметом и прочее. Таилась она и под священными у них обрядами, например, под едением Пасхи, под обрезанием и прочее. Закрывалась она будто под разновидным маскарадом и под гражданскими историями, например, под повестью об Исаве и Иакове, о Сауле и Давиде и прочее. И одним тайным своим присутствием сделала эти книги мудрыми, а последовавшие уже времена показалась она в образе мужском, сделавшись богочеловеком. Каковым же способом Божия сия премудрость родилась от отца без матери и от девы без отца, как то она воскресла и опять к своему отцу вознеслась и прочее, пожалуй, не любопытствую. Имеется и всей, так, как и в прочих науках, праздные тонкости, в которых одних может себе занять место та недействительная вера, которую называет умозрительную. Поступай и здесь так, как на опере, и довольствуйся тем, что глазам твоим представляется, а за ширмы и за хребет театра не заглядывай. Сделай на сия занавесь нарочно для худородных и склонных к любопытству сердец, потому что подлость, чем в ближайшее знакомство входит, тем пущей к великим делам и персонам учтивость свою теряет. На что тебе спрашивать, например, о воскресении мертвых? Если и самый дар воскрешать, мощь ничего не пользует бездельной душе, невоскрешающей, невоскрешаемой. От таковых-то любопытников породились расколы, суеверия и прочие язвы, которыми вся Европа беспокоится. Важнейшее дело Божие есть – одну беспутную душу оживотворить духом своих заповедей, нежели из небытия произвести новый земной шар, населенный беззаконниками. Не тот верен Государю, кто в тайности его вникнуть старается, но кто волю его усердно исполняет. Вечная сия премудрость Божия во всех веках и народах живое слово, тайна ко всем нам внутрь гремящая. Но не хотим слушать советов ее, одни за лишением слуха, а самая большая часть – по несчастному упрямству, от худого зависящему воспитанию. Прислушивались к нетленному всему гласу премудрые люди, называемые у иудеев пророками, и с углубочайшим опасением повелеваемое исполняли. Она – начало и конец всех книг пророческих, от нее, через нее, и для нее все в них написано. По сей причине разные себе имена получила. Она называется «Образ Божий», «Слава», «Свет», «Слово», «Совет», «Воскресение», «Живот», «Путь», «Правда», «Мир», «Судьба», «Оправдание», «Благодать», «Истина», «Сила Божия», «Имя Божия», «Воля Божия», «Камень веры», «Царство Божие» и прочее. А самые первейшие христиане назвали ее Христом, то есть Царем, потому что одна она направляет к вечному и временному счастью все государства, всякие сожительства и каждого порознь. Да и кроме того, у древних царственным называлось все, что верховным и главнейшим почиталось. Провидел было Авраам блаженнейший свет ее, и на ней, уверившись, сделался со всей фамилией справедливым, а с поданными благополучным. Однако она и прежде Авраама всегда у своих любителей живала, а Моисей с невидимого всего образа Божьего, будто план сняв, начертил его просто и грубо самонужнейшими линиями, и по нему основав иудейское общество, сделал оно благополучным же и победительным. Он по-тогдашнему написал, было его на каменных досках, и так сделал, что невидимая премудрость Божия, будто видимый и тленный человек, чувственным голосом ко всем речеству имеет. Сия речь по ней же от него разделена на десять рассуждений или пунктов, потому названо десятисловием. Глава пятая. А десятословие. Первое. Я есть Господь Бог твой, да не будет тебе богов иных, и прочее. Яснее сказать так. Я – глава твоего благополучия и свет разума. Берегись, чтоб ты не основал жития твоего на иных советах, искусствах и вымыслах, хотя бы они из ангельских умов родились. Положись на меня слепо. Если ж меня минув, заложишь век твой и на иной премудрости, то она тебе будет и богом, но не истинным, а посему и счастье твое подобно будет воровской монете. Второе. Не сотвори себе кумира и прочее. А как на подлых камнях, так еще больше. Не велю тебе строиться на видимостях. Всякая видимость есть плоть, а всякая плоть есть песок, хотя бы она в Поднебесной родилась. Все то идол, что видимое. Не приемли имени напрасно и прочее. Смотришь, во-первых, не впади в ров безумие, будто в свете ничего нет, кроме видимостей, и будто имя сия, Бог, пустое есть. Все это бездне живут клятвы ложные, лицемерия, обманы, лукавства, измены и все тайных и явных мерзостей страшилища. А вместо того напиши на сердце, что везде всегда присутствует тайный суд Божий, готов на всяком месте невидимо сжечь и сечь невидимую твою часть, не коснясь ни точки, за все дела, слова и мысли, в которых меня нет. Четвертое. Помни день субботний и прочее. Сие ты повсюду и внутри тебя, кроющиеся величество Божие, с верой и страхом в день воскресный прославлять не забывай, а споклоняйся не пустыми только церемониями, но самым делом, сердечно ему подражая. Пятое. Чти отца твоего и прочее. Прежде всех отца и мать почитай и служи им. Они суть видимые портреты того невидимого существа, которое тебе столько одолжает. А вот кто отец твоей мать, будь, во-первых, верен и усерден государю, послушен городоначальнику, учтив к священнику, покорен родителям, благодарен учителям твоим и благодетелям, вот истинный путь к твоему вечному и временному благодействию и к утверждению твоей фамилии. То что же касается прочих общества частей, берегись следующего. Шестое. Не убей. Седьмое. Не прелюбодействуй. Восьмое. Не воруй. Девятое. Не свидетельствуй ложно или не клевещи. Осуждаем винного, а клевещим невинного. Сия есть страшнейшая злоба. И клеветник по-эллински дьявол. Десятое. Не пожелай. Но понеже злое намерение семя есть злых дел, которым числа нет, а сердце рабское неисчерпаемый есть источник худых намерений, для того по век твой нельзя быть тебе честным, если не попустишь, дабы вновь Бог переродил сердце твое. Посвятишь он и нелицемерной любви, в то время вдруг бездна в тебе беззаконие заключится. Бог. Божие слово. К его слову любовь все то одно. Сим троилищным огнем разожженное сердце никогда не согрешает, потому что злых семян или намерений иметь не может. Глава 6. Об истинной вере. Если бы человек мог скоро понять неоцененную великого сего совета Божьего цену, мог бы его вдруг принять и любить. Но понеже телесное, грубое рассуждение сему препятствует, для того нужна ему вера. Она закрытая всем советом блаженства, будто издали в зрительную просматривает трубку, с которой и представляется. При ней необходима должна быть надежда. Она слепо и насильно удерживает сердце человеческое при единородной сии истине, не позволяя волноваться подлыми посторонних мнений ветрами. По сей причине представляется в виде женщины, держащей якорь. Сии добродетели, сердце человеческое, будто надежный ветер корабль, приводит, наконец, в гавань любви и ей поручает. В то время, по открытии глаз, тайно кричит в душе Дух Святой следующее. Правда твоя, правда вовек, и закон твой истина. Глава 7. 8. Благочестие и церемонии разнь. Вся десятословие сила вмещается в одном с тем имени – любовь. Она есть вечный союз между Богом и человеком. А на огонь есть невидимый, которым сердце распаляется к Божьему слову или воле, а посему и сама она есть Бог. Сия божественная любовь имеет на себе внешние виды или значки. Они-то называются церемония, обряд или образ благочестия. Итак, церемония возле благочестия есть то, что возле плодов лист, что на зернах шелуха, что при доброжелательстве комплименты. Если же сия маска лишена своей силы, в то время остается одна лицемерная обманчивость, а человек – гробом раскрашенным. Все же то церемония, что может исправлять самый несчастный бездельник. Глава восьмая. Закон Божий и предание разни. Закон Божий пребывает вовеки, а человеческие предания не везде и не всегда. Закон Божий есть райское древо, а предание – тень. Закон Божий есть плод жизни, а предание – листвия. Закон Божий есть Божие в человеке сердце, а предание – есть смоковный лист, часто покрывающий ехидну. Дверь – храма Божия, есть закон Божий, а предание есть, приделанный к храму притвор, сколь преддверие алталтаря, а хвост от головы, столь долечесть отстоит предание от закона Божия. У нас почти везде несравненную сию разность сравнивают, забыв закон Божий и смешав с грязью человеческую воедино, даже до того, что человеческие враки выше возносят, и на он и уповая о любви не подумает. Да исполнится сие, лицемеры, за предание ваше вы разрили закон, все же то есть предание, что не Божий закон. Глава 9. О страстях или грехах. Страсть есть моровой в душе воздух, она есть беспутное желание видимости, а называется нечистый или мучительный дух. Главнейшая всех есть зависть, мать прочих страстей и беззаконии. Она есть главный центр оной пропасти, где душа мучится. Ничто ее не красит и не пользует, не мил ей свет, не люба благочинность, а вред столь сладок, что сама себя десятью съедает. Жало адского сего дракона есть весь род грехов, а вот фамилии его – ненависть, памятозлобие, гордость, лесть, несытость, скука, раскаяние, тоска, кручина и прочие неусыпаемые в душе червь. Глава 10. О любви или чистосердечии. Противица сей бездни чистосердечия. Оно есть спокойное в душе дыхание и веяние в святого духа. Оно подобно прекрасному саду тихих ветров, сладкодышащих цветов и утехи исполненному, в котором процветает древо нетленной жизни. А вот плоды его – доброжелательство, незлобие, склонность, кротость, нелицемерие, благонадежность, безопасность, удовольствие, кураж и прочие неотъемлемые забавы. Кто такую душу имеет, мир на нем и милость, и веселье, и вечный над головой всего истинного христианина.